Россияне узнали о новой молодежной субкультуре. Подростки называют себя последователями ЧВК Рёдан. Полицейские рейды на ее представители прошли в торговых центрах Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Казани и это только малая часть городов. Первые задержания начались 24 февраля в Московском торгово-развлекательном центре «Авиапарк». Поводом стала массовая драка, которую подростки устроили 19 февраля. Региональное управление Следственного комитета тогда завело уголовное дело о хулиганстве. Преимущественно участвовали длинноволосые юноши, одетые в клетчатые брюки и кофты с изображением пауков. Приверженность определенной субкультуры специалисты связывают с недостаточной занятостью подростков. Подросткам лучше посещать какие-то кружки. Не так, что я со школы пришел и все, я сам себе предоставлен. У них много свободного времени. Понятно, в этом возрасте мы намного сильнее устаем на самом деле, да, потому что у нас половое созревание, у нас все процессы формируются только. И мы устаем. Но это не значит, что я после школы прихожу и я ничем не занимаюсь. Вот поспать. Родители на работе целыми днями. Они меня не проконтролируют. Если с источником возникновения пристрастия к чему-то определенному все более-менее ясно, то с ярко выраженной агрессивной реакцией на малейшие изменения нет. Одним из самых напряженных периодов является переходный возраст. Важный отрезок жизни с 10 до 16 лет. Глобальная перестройка организма не проходит бесследно. Подросток переживает сильнейший стресс, эмоционально нестабилен, очень чувствительный и уязвим. Именно поэтому он остро реагирует на все и пытается инстинктивно защищаться, что нередко принимает разрушительные формы подростковой агрессии. Этим термином психологи обозначают деструктивное поведение, которое противоречит нормам и правилам, существующим в социуме. Оно может быть направлено как наружу, во внешний мир, так и внутрь, на самого себя. Почему вообще подростки входят в субкультуры? Меня в классе не принимают, в школе не принимают, с родителями вообще ужасная катавасия, нет поддержки, нет доверительных отношений. А я кто? Субкультура это не хорошо, не плохо. Если человек чувствует себя одиноким, подросток, и он примыкает к субкультуре, где его принимают, понимают и схожие интересы, что в этом плохого. Если субкультура несет нормальные в нашем понимании какие-то идеалы, это спорт, к примеру, труд какой-то. Но тут есть опасность, что глава этой субкультуры может быть сам деструктивным, и мы не знаем, чего от него ждать. На сегодняшний день невозможно точно установить первопричину недавних столкновений, однако углубиться в предмет подростковой психологии все же можно. Принадлежность к определенной культуре может нести в себе здоровый посыл, если ребенок не травмирован и не хочет бороться с реальностью. В противном случае происходит конфликт, и стенка на стенку идет отстаивание личных и общих границ путем бестолкового насилия. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универниус.